рейнджеры всем привет сегодня на канале новое видео новый формат биография ко мне в гости пришел футболист тренер человек который играл за зенит кубань ротор швейцарию поиграл я думаю вы его прекрасно знаете сейчас это тренер амкала денис иванович зубко спасибо огромное что согласились принять участие вы у меня первый спасибо толь очень рад быть первым но надеюсь все получится и все пойдет хорошо сегодня я хотел бы раскрыть вас для зрителя в принципе просто пообщаться вашу биографию начать с того с того самого с детства с того места где вы родились петрозаводск и немножко расскажите о вашей семье как проходило ваше детство и как вы пришли к футболу начали заниматься футболом ну родился действительно петрозаводске родители у меня отец работал на заводе мама тоже работала на разных предприятиях детство как наверное большинство советских ребят протекала хорошо не сказать нельзя сказать что было там безоблачным случалось всякое ну целом хорошая хорошая было детство у нас не было в свое время гаджетов каких-то компьютеров телевизоров телевизор это были не все дома телефоны были него все это вот опять же проводные телефоны то есть ну то такое время было тогда мы в принципе то у нас детство и детство то есть это больше наверно к родителям они занимались с этим всем вот у нас было садик возможно секция школа и двор соответственно там если летом куда-то родители ездили там ли к родственникам или на юг но уездили тоже если у вас братья сестры нет к сожалению нету вот двоюродные есть троюродные меня на украине есть родственники вот там троюродная помощь сестра мы общаемся периодически там созваниваемся с списываемся но вот в подмосковье тоже есть но вот ну родных не брата не сестры нет как школьные дни проходили из какого возраста вы начали заниматься футболом проявлять интерес к нему в возрасте мы уже по моему там 6 там 7 лет практически самостоятельно уже выходили во двор гуляли да и старались уже да да уже ну во первых опять же не у всех мячи были не говоря уже там про футбольный были разные мечи да но таких вот профессиональных футбольных мячей там было очень сложно во первых достать выходили во двор и играли раньше не было проблем допустим там ребенку там 78 лет и играть там с ребятами 14 15 лет как-то это было все совместно потому что во двор выходил очень много ребят вот ну с кем играть вдвоем вторым неинтересно когда собиралась уже там были маленькие средние и большие то есть проходила нормально все школе буду сначала меня во первых отдали в хоккей но давно киево перескать ну да это время всем занимать до советское время потому что был двор то есть летом это в летние какие-то футбол или там подвижные игры кого-то догоняли от кого-то убегали все время там лапта такая игра если не знаю кто-то может быть знает но это по типу бейсбола гуглите ребят у нас раньше называлось это лапта и снова там казаки разбойники были тоже такие игры где надо было догонять и надо убегать было зимой ну что там лыжи опять же санки хоккей вот неважно на чем опять же валенках там на коньках то есть где возможно было площадку найти нам в принципе играли то есть было там два на два три на три там без разницы брали делал зимой в магазинах были ящики они были деревянные но сейчас тоже они есть да там но были железные ящики из-под молока бутылки молотну продавались бутылки в стекле да они были в железных ящиках и они выставлялись вот эти ящики брали и делали нечто подобие ворот он четыре ящики поставишь вроде как такие ворота как у часу потому что таких площадок как сейчас вам везде да у вас не было но они были они они были но их не было в таком может быть каком доступе всегда играли там где придется там машины ездят машина проехала мы начинаем сразу играть опять там машина едет пропустили опять играют то есть под около подъезда там если мы больше как бразильцы но в принципе да в бразильских кварталах то же самое летом если футбол то есть поля школьные были да но не было там травяных полей да было поле футболе то мы играли был асфальт на играли на асфальте были было гаревое поле короче играли там где придется и нужно играть там играли все время неважно ставили портфеле а сейчас вот даже ребята могут даже если посмотреть выйти пять лет назад намного больше детей играла во дворах чем сейчас ну сейчас я не знаю но и то что я замечаю там домой допустим домой приезжают до выходят но у нас раньше было мы играли с утра до вечера но зимой может быть поменьше потому что опять же световой день и холодно было да а летом можно было выйти 8 утра выйти и только тем более у нас в карелии белые ночи там начинались то есть световой день был очень длинный можно было спокойно до 12 играть у нас родители искали детей потому что их дети заигрывались настолько но что приходилось родителям ходить и искать по дворам забрать домой да это это было некоторых там сейчас сейчас поиграю там еще можно было участие в принципе вся молодежь было данным в этом план многие так многие нотка плюс опять же зависело от возраста там постарше понятно не самостоятельно там помладше там понятно что родители могли там искать потому что каждый родитель волновался так играя то есть родители видимо посмотрели что заинтересован да ну сначала отдали в хоккей в школу и вот это 6 лет было 6 лет до 66 лет его занимался хоккеем это опять же было сложно найти коньки хорошие да потом вот опять же на заказ и давались деньги родители собирали деньги у нас там тогда в то время коньки назывались такие канатки они сделано были под камня не знаю там где они шились опять же но очень хорошие коньки были и мы берегли ну не знаю как то есть мы ли то есть былинки сдували потому что влад не были коньки они были дорогими размер размер вот размер конечно пора больше подозрают сначала на размер это побольше да лучше побольше носочков оде да конечно ну чтобы один подольше сохранились ну и так два года занимался хотим параллельном еще раз говорю что во дворе занимался футболом потом уже когда пошел в первый класс после какого-то урока ко мне одноклассник подошел и раньше в каждом районе но и за но опять же наверно по всей стране это было у нас каждом краю не в районе будет такой мало молодежный клуб там детский молодежный там можно было играть различные игры там в теннис можно было играть там какой-то что-то по дамы молодежи они это не дом молодежи когда в каждом районе в каждом районе какой-то вот как клуб был сверху они детский к клуб ну то могли туда и в принципе там 13 14 15 16 лет ребята заходили точно так же дети могли там различные были тоже ну какие-то игры там настольный тот же теннис был настольный потом что-то типа подобное там бобильярды небольшого маленького такого там можно было поиграть там на прокат мы брали можно было взять снегоходы вот таким вот сейчас как дети ездят за веревочку то есть с горки спускаться можно было лето можно по моему было взять там тоже велосипед по моему прокатные и ты за это не платил просто там приходил брал и было как-то проще это то есть надо было платить то есть ты взял и потом обратно отдал и вот чемпионат даже проходил вот между вот такими как бы дворами районами но ты вот меня пригласили играть однопластинга приходили уменьшивать вроде играю приходи за нашу вот команду поиграть новая друда в бомбе другим там районом другим клубом играю я хорошо приду вот пришел там через два двора пришел ноты никого нету ноты какая-то команда разминается вы приходите на плане так только моей команды никого неба я не вижу никого кто и какая-то команда там вот присутствует и получается что моя команда она опоздала там собраться ну вот и ко мне с той команды приходят у нас вот не хватает поиграл бы я думаю моих вроде нету я не знаю куда может быть они туда пришел где почему не поиграть там давай поиграю но ну и все по поиграли мне мелом на спине на бедными соли номер 13 но ты и оказалось что я играл против своей команды за которая должен был бы играть да все хорошо мы выиграли забил все отлично да и потом я стал как бы приходить вот играть в этот двор и а там был парень дима федотов такой он занимался вот как раз уже в детской южной спортивной школе он был постарше нас вот он занимался факеле когда я начал заниматься это называлось спартак но там он как бы собрал ребят да он был старше он уже там тренировался он уже что-то вроде как знал нам казалось вот у нас он у нас проводил тренировки мы проводил тренировки а у него родственник он занимался был тренером как раз в школе спартак и потом вот он его позвал и он пришел посмотрел на нас и сказал кто хочет пожалуйста давайте сюда да да вверху в детскую южную школу записывали без проблем там записаться приходите на тренировки записываем можете вот у меня получилось так что я один год и и в хоккей и футбол начал заниматься и не всегда совпадали тренировки и там и там я начал мне нравился больше футбол потому что там больше движения да там ну опять же и летом и и в залах можно зимой как бы в залов не было таких вот искусственно с искусственным дом но вот и вроде там и там хочется да и но и не всегда успеваешь вот и потом блага благодарю тренера своего вот барбашина валерий борисов который у меня был хоккейным тренером и как-то вот летом когда летний лагерь был но ты вам с родителями потом потом начал говорить и говорит что ну вот вроде как хоккей по будет получаться и может быть даже неплохо будет получаться но вот я вижу что вот футбол для него вот это и и потом вот и это решение да и решение потом уже пришло быстро что я остался уже в школе то есть хоккей я бросил как бы ну а то и начал заниматься уже постоянно ну 8 в воду 8 8 9 лет а хорошо расскажите какие вы были в школе да нет так сейчас вот сложно вспомнить чтобы я не скажу что я был отличником на то есть но у любой мальчик советское время он всегда был подвижен там гиперактивный добыл то есть непоседливые то есть на уроках тоже но сначала понятно что до 4 класса пятерки но все все было хорошо все опять же начальная школа все в одном кабинете один там класс руководитель учитель все как бы идет все нормально опять же раньше было и строже потому что раньше мы поступали в болотках октября то но потом пионеры потом комсомол но до комсомола я уже не дошел вот а вот это то есть октябренком пионером был этот вот в то время но это как-то вот было такое стимулировало до что тут я тут вроде как значок да или тут галстук у тебя красным то есть ты должен соответствовать и любое там плохое поведение могло сказаться родители школу вызывали было так стыдно когда тебя там дома ругали там еще там что-то и опять же куда ты мог раньше не было то есть это сейчас можно там допустим отдал деньги да и поехать куда-то там со школой на какую-то экскурсию там условно в москву ездить да а там класс едет в москву на каникулах но и не попадает там то 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 из-за плохого поведения и все старались как все равно пару раз не попадал но то есть но это нормально то есть я не был пассет то есть не был я примерным да ну и так чтобы я такой оторвать него то есть в дальнейшем я говорю что учился 3 4 5 все время скакала то есть опять же связи с тренировками связи с тем что соревнования да 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 то есть не было еще раз говорю что уроки мог сделать мог не сделать опять же тренировки двор гулять и все то То есть соревнования, опять же, вы уезжаешь на соревнования, не попадаешь, где-то пропускаешь уроки какие-то, потом наверстывать, да, там, кому-то сложнее это было наверстывать. Ну, если так брать, то, ну, школу закончил на 1-4, то есть трое к тем было вообще. Когда для вас футбол стал на первое место? В какой-то был период, школьный период или после школы уже? Давайте вот к этому уже перейдем. Ну, каждый период получается, что я начал заниматься, да, то есть я не думал, что я стану футболистом, да, то есть раньше были другие какие-то, там, космонавты, еще там что-то. О чем вы мечтали в детстве? Да я даже не знаю, все у нас, у нас было все, как бы у нас там стихотворение Маяковского было, по-моему, Маяковского, да, все профессии хороши, выбирай на вкус. Не было раньше какой-то вот такой престижной профессии, да, там, кто хотел учителем, кто хотел пожарным, я уже не помню. Мне очень нравились работники такси, ну, вот у них были машины, потому что, ну, вот они всегда на машинах и говорили, что, ну, вот их было мало, их было мало, они зарабатывают очень много, но я не знаю, что я хотел, но вот мне нравилось, что они вот, у них вот машина есть, причем тогда машины были в Волге, они на Волгах ездят и, как бы, ну, здорово, да, здорово, ну, как здорово было. В принципе, я говорю, что там не было такого, ну, как все нормальные дети там, а потом уже, когда стал старше, да, когда уже начали ездить на турниры. Это какой возраст был? Ну, это уже там, опять же, 10, 11, 12 лет там, вот, то есть, да, вы уже стали понимать, что, вот, ну, скорее всего, футбол. Вот в этом возрасте, опять же, для того периода, когда начали появляться какие-то первые успехи, да, выигранный турнир, первое место, какие-то грамоты за что-то там, за лучшего нападающего. Вы сразу, да, играли нападающим? Да, в принципе, да, ну, мне нравилось играть в воротах и иногда вот в команда не приходил вратарь, да, я иногда становился в ворота, играл и, в принципе, мне очень нравилось, вот, поэтому, ну, всегда, как бы, больше, конечно, нападающего играл. И тренеры вас видели всегда нападающим? Да, нападающим и потом, вот, опять же, там, начали, выигрывали там зональное первоста северо-запада, да, мы нас отправляли на турнир уже чемпионата России, когда со всех регионов собирались там. Это «Спартак», да, «Петрозаводска»? Нет, нет, это у нас, ну, да, он назывался «Спартак» «Петрозаводска». Мы играли, допустим, раньше же много турниров было, там, «Кожаный мяч», «Переправа», там, еще, ну, масса была турниров для различных команд, вот. Ну, вот мы у нас, как, я вот сейчас точно не помню, но мы вот ездили, вот мы сначала выигрывали, допустим, районный, городской чемпионат, затем выигрывали чемпионат северо-запада. А так северо-запада, ты же, вы уже, наверное, в Ленинград ездили или где? Ну, вот с Питером, у нас нет, у нас было, нет, 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 с «Дюшер», вот именно, они играли там своих, вот, опять же, там, «Академии Спартака», ну, как сейчас, там, «Академии Спартака», «Смена», там, «Зенит», по-моему, они играли там в каких-то других. У нас, у нас, да, тут, у нас другой соревновой, у нас ходили вот туда, «Мурманск» ходил, «Тихвин» ходил, «Ленинградская область», «Ладейна», там, «Поле», еще какие, ну, вот, команды уже на Россию. И потом, да, вот мы выигрывали вот этот свой, и потом уже ехали на Россию. Вот в Питер, вот я говорю, что мы с Питером не играли, только, по-моему, какие-то там товарищеские матчи, ну, вот, и потом вот уже на Россию, вот мы несколько раз там попадали, вот на Россию, там играли. Там приезжали, опять же, команды из Москвы, из Владикавказа, различных регионов, которые выигрывали у себя в регионах. Вот. Потом вот, опять же, после этого периода пригласили уже играть, как у нас взрослая команда была, которая ездила играть на чемпионат Карелии. Грубо говоря, мне было там 15, ну, не только мне, у нас там ребята из моей команды, там 15, там 16 лет, а там уже играли, ну, мужики, там по 30 лет могли играть мужики. И вот нас уже, это вот чемпионат Карелии был, с разъездами. И еще, опять же, было так, что ехала мужская команда и ехала юношеская команда. То есть чемпионат Карелии раньше, ну, я не знаю, там, ну, команд, если, ну, сейчас не буду врать, ну, команд 10-15, может быть, было точно в различных городах. Ну, вот, играли сначала юноши, потом играли мужики. Ну, могли в один день не играть, сначала юноши с утра. И вот нас, мы со юношей сыграем, и нас оставляли играть за мужиков. Это вот по чемпионату Карелии. И потом уже, вот, после этого я уже попал в команду мастеров. Вот, 91-й год, последний чемпионат СССР был, и вот заметили, и я уже попал в эту команду. И вот в каждом этапе, вот, когда у тебя начинается какой-то прогресс, ты думаешь, ну, вот, хотелось бы дальше пойти. И потом тебя пригласили за мужскую команду, хотелось бы дальше. И тут, когда уже пригласили в команду мастеров, вот тут уже вариантов не было. Первая любовь, девчонки, отдых, какой-то он у вас был, или, в принципе, у вас вся голова была забита в этот момент футболом, и вот до команды мастеров вы занимались, ну, уже, там, я не знаю, в 13-14 лет, когда поняли, что это вам нравится, уже все. Может быть, вы, там, курить пробовали, там, в 13-м, я не знаю, или выпить? Нет, ну, в 13-м нет, там, попозже где-то, там, уже, там, класс 11-й был, ну, вот, то есть, ну, как все нормальные, не знаю, как дети, там, ну, каждый хотел попробовать, да, ну, то есть, это не затягивало, просто попробовали, и все, вот, выпить, я, по-моему, я сейчас не помню, когда, ну, по-моему, лет 17-18, ну, да, где-то 11-й класс, и мы на турбазу поехали с классом, ну, там, какого-то вина вроде взяли, там, ну, так, ну, больше, там, по стакану, может быть, там, выпили, и больше, там, притворялись, может быть, еще там что-то, ну, опять же, это было нормально, в то время, нормальное детство, еще раз говорю, что еще там зазорное, хотелось попробовать, и потом сами уже, кто сам выбирал, нужно тебе это или не надо в дальнейшем, ну, вот, в плане, опять же, развлечения, ну, у нас не было, там, ночных клубов, были дискотеки. У меня лично это круто, вот, как вы проводили время, сейчас, представляете, там, молодежь, да, 14-15 лет, вот это все в доступе, турбазы, это намного как-то ламповее, приятнее, чем, чем, ну, вот, это мое такое мнение, и мне хочется с вами немного, да, вот, узнать у вас сейчас, либо, ну, понятно, однозначно, мы не можем сказать, но вот свое мнение выглядит, я бы хотел вернуться в то время ваше и провести именно так, там, свое детство, потому что, ну, вот, это классно, когда вы выезжаете, там, компаниями, это, в принципе, все в симбиозе, да, с футболом шло. Я думаю, что и сейчас тоже, там, есть, и классами выезжают куда-то, и еще там, опять же, и думают у футболя, у каждого поколения, как бы, свой был период, поэтому нельзя говорить, что там, ну, сейчас там было тогда хорошо, сейчас хуже, тогда было так, ну, вот, у кого-то, может быть, кто жил, допустим, в другом регионе, там, в Питере, в Москве, там, или еще где-то, там, условно, возле Востоке, в Новосибирске, у них, может быть, по-другому, там, что-то проходило, вот, ну, я рассказываю то, что у нас было, то есть мы вот два года подряд с классом, то есть классный руководитель у нас организовывал поездку, какие-то деньги мы там скидывались, да, и мы ездили там дня на три-четыре на турбазу, там, ну, как бы, там гуляли, опять же, дискотека, но погулять, как бы, все было нормально, то, что касается девушки, ну, девушки, девушки, ну, у меня девушка в школе, да, была девушка, вот она до сих пор у меня жена, да. Ну, вот, ничего себе, вот, можно про это немножко рассказать? Ну, а что тут рассказывать? Как вы, в каком возрасте? Да, мы с одного класса, что, знакомиться-то мы, поэтому, да, ну, так пошло, сначала в одном классе были, потом стали встречаться, потом все это вот развилась-развивалась, и вот, причем, ну, по-моему, со второго класса, с первого или со второго класса вместе, потому что я сначала был в первом В, потом перешел во второй А, вот, и мама у нее учительница была в нашей школе учитель английского языка вот и где-то классе четвертом начали писать записки там пятом писать давай встретимся потом будет потом потом давай погуляем потом опять же сначала сначала рядышком потом время проходит там за ручку уже можно потом уже обнять можно было там на скамеечке посидеть в обнимочку но потом первый поцелуй первые цветы но ну и потом уже все как бы так пошло и потом уже девяносто в пятом году мы поженились вот до сих пор вместе то очень крутая история это как раз таки к тому что мне кажется советское время такого можно было встретить сейчас очень тяжело конечно тоже можно и получается у вас поддержка но на протяжении всей жизни с школьных со школьных годов потому что все знают что футболист это такая профессия разъезды постоянные это тяжело для второй половинки мне кажется но это да да это было тяжело но опять же было проще потому что я уехал в питер и она ко мне переехала питер я в питере провел по моему восемь лет то есть я переехал училище олимпийского резерва да но ты играл смене за смену сатурн потом перешел зенит то есть у меня получился отрезок когда мы жили в питере восемь лет потом я перешел в ротор мы тоже на протяжении там 8-9 лет жили в одном месте в волгограде ну и имею в команде а вообще вошли в общей сложности 20 лет волгограде мы провели прожили поэтому она за мной тоже я играл и мы вместе были находились меня не было так чтобы мы год здесь на год я уехал вот именно период когда вы попали в команду мастеров это получается 15 16 лет мы уже под конец школы правильно я понимаю сим там получается 17 16 17 лет пройдемся вот этот период как вы попадаете в команду мастеров заканчиваете школу и что что происходит дальше питер я попал в команду мастеров я еще учился в школе это был 11 класс вот я летом да то есть и опять же я весной попал да в летом я пошел в 11 класс осенью пошел в 11 класс то есть вот вот раньше чемпионат был весна осень получается с весны до осени провел в команде мастеров но вот и потом осенью когда чемпионат заканчивался был тренер олег ягодич терешенков питерский да и он вот как раз сказал что образовывается новая команда в питере смена сатурн вот и он хотел бы меня видеть я сначала не поверил когда он не сказал вот он не сказал летом но вот а потом осенью вот он повторил это приглашение я вот как раз только пошел в 11 класс где-то в ноябре сезон закончился он звонит родителям говорит что так и так вот я приглашаю дениса будет учиться в училище олимпийского резерва и играть параллельно у меня в команде но мама сначала конечно не отпускала вот отец сразу согласился но то есть ну потом съедили на стадион мама переговорила с тренером он объяснил все как и я очень благодарю олегу яключу за то что он пригласил меня первый первый по моему там неделю может быть там две пока мне не дали комнату общежития я вот у него дома жил получается 11 класс вы уже заканчивали в санкт-петербург до места класса вы закончили училище олимпийского резерва в санкт-петербурге сколько там было учиться вот промежуток школы да и училище как это проходил как этот период проходил было ли тяжело вообще переезжать ну переезжайте уже во первых я живу в опи жить и возможность была ездить домой часто ну достаточно часто ездить домой то есть не было проблемы или там она ко мне приезжал ну опять же над начал при я тогда когда я начал снимать уже квартиру когда мне появились какие-то но деньги клуб начал платил за квартиру я снял там небольшую двухкомнатную квартиру на светлановском на светлановском проспекте да и тогда по моему не помню что ли там 100 долларов было снять там или может быть 150 долларов но квартира стоила но вот и когда снял квартиру она уже ко мне там спокойно могла переехать то есть она закончила тоже но школу закончилась спокойно там мама могла приехать ко мне то есть не было такого может быть там долгих плюс когда в зенит перешел у меня появилась машина шестерка вот все право на право сдал я мог спокойно там то есть в принципе ничего не привязывал после школы там учебы никакой жена не пошла учить или в питере поступала нет нет она но это не мешало это это не мешало тому что мы могли петрозаводской питере не так был далеко и возможность приехать было тоже она была возможность в то время приехать поэтому как каких-то вот таких больших расставаний но хотя случались как мы и ругались не отрицая там вплоть до того что могли расстаться но не расстались вот и до сих пор как бы живем все хорошо но то насчет опять же училище то есть 11 класс и потом два года училища но у меня просто растянулась потому что я начал играть за смену сатурн и разъезды не всегда успевал там сдавать ну все-таки отучился и потом поступил уже там в лесгов то после смены сатурн и какой промежуток прошел когда вас позвали зенит два сезона но это получается там 92 год все так получилось хорошо проявились но получается что у меня промежуток был такой что я сначала начал сменит сатурн и какой это чемпионат был это чемпионат россии уже был высший дивизион нет нет это еще вторая лига авто россия в 92 год год отыграл мы вышли в первый в первую лигу вышли по моему я отыграл там небольшой промежуток и вот как раз приглашением швейцарию поступила вы уже в старте играли ну я выходил опять же и в старте и мог выходить такого может быть стабильного места в стартовом составе не было но потом до ротация была но вот когда вышли в первый дивизион я уже стал более чаще папа попадает стартовый состав и потом у меня командировка случилось в швейцарию первом когда мы в первой лиге вот я уехал в швейцарию эти про вот этот момент как вас пригласили долго ли вы думали или просто не знаю как согласился то я сразу то есть решил попробовать потому что это после после первого сезона вот мы вышли в первую лигу в первой лиге я по-моему чуть-чуть отыграл и поступила куда и поступила приглашение туда поехать лопали вам лично но сначала в клуб но вот потом меня клубе спросили как поедешь там ну вроде что что-то предлагали я всех тонкости опять же не знаю я говорю а почему так вообще не поехать то но поеду мы поехали сначала с представителем клуба там переговорили переговоры прошли я потренировался тренировался с клубом цюрих он играл вот там тоже высшая лига премьер лига но ты с ним потренировался менеджер подошел говорит все вроде нас устраивает вот все хорошо давайте именно обследование пройдем я прошел для обследования они горы все мы мы готовы взять но так как он молодой мы было вот его как бы фарм-клуб пока вода там фарм-клуб играл в первой лиге грубой цюрих вышкой фарм-клуб первой лиги банан назывался команда бана и вот он там пусть как бы стажировку про будет проходить набираться опыта и все вопросов тентов но от квартиру мне сняли вот ну клубы договорились мы пожали по рукам я приехал туда какие вас впечатления были до впечатления были такие что я попал 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 во первых ну во первых другая страна во вторых швейцария страна банков но цюрих но вот конечно все красиво все чисто все так ну как ну как в германии да вот причем там швейцарии женат и они сами говорят у нас три то есть французская швейцария немецкая швейцария вы уехали когда развал союза примерно но развал союза произошел как раз 90 91 на 92 год а я уже уехал когда в россия была то есть 93 я уехал по моему году на тренировку приезжаешь там у тебя уже разложены вещи то есть ты не самых стираешь то есть ты пришел после тренировки снял как бы сложил в общую такую корзину и все приходишь там на вторую тренировку у тебя уже все чистенькое все поглаженное будут состоят в то в твоей коробке берешь коробочку переодеваешься все выходишь на поле никаких проблем не было приходишь то что опять же поразило то есть там ты раз в неделю обязательно долл должен был попасть к массажисту неважно вот это обязательно было требования обязательно процедура неважно после игры до игры ну ты раз в неделю обязательно тебя даже причем если у тебя где-то бубном что-то боли дать я большему дата вот это место но с головы до пяток тебя все массировали да то есть это должен был я не поехал мне говорят мне так не пойдет надо надо обязательно вот и потом уже это как бы пошло в привычку то есть там звонишь или там за сал записываешься я вот могу тогда садишься на электричку до бадена приезжаешь но там в основном я делал все время перед тренировкой там старался после игры там там если выходной то есть после выходного сразу же там записаться получается вы отыграли один два сезона не то я там отыграл 8 месяцев мне оставляли но вот но вот опять же в силу того что я не мог привести семью но не то что семью еще девесту так сказать девушку свою дали не получала но им конечно ну и тогда зарплаты не такие были да то есть по сравнению с тем что получал допустим смене сатурн это меньше было это нам нет смене сатурна там ну получал не знаю долларов 300 а там я получал две с половиной тысячи долларов но то есть я приехал там купил круто машину какие-то вещи еще там что-то ну на какие-то больше там не хватало но ну нормально как бы можно было там у меня появился видеомагнитофон там телевизор вас оставь но меня оставляли да но невозможно было перевести невест ну такая вот и опять же тяжел не то что можно было бы остаться да и ну какая тут ностальгия до что все-таки одному одному тяжело незнакомая страна хотя этом язык стал учить и вроде получалось неплохо но вот уже и тренер тренер отмечал что в немецком языке там прибавляешь потихонечку меня стали понимать я стал понимать футбольном поле станет все все по хотя сначала было не так гладко я не там не мог забить сначала да мне уже тренер говорит что подходит и говорит ну если уж так тяжело там вопросов нету езжай домой да 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 езжай домой вопросов никаких не будет хочешь остаться я гритор я будет я буду только рад решил думал еще там и забил в одной там потом второй потом 2 дубль забил в общей сложности там получилось там по 8 9 мячей забить ну и да все пошло и в команде сразу все нормально стало и тренер он говорит что после сезона оставайся то есть мы готовы с тобой продолжить сотрудничество но такая вот какая-то ностальгия была не знаю ну не мог все равно дома дома там родители еще там что-то да все-таки ну наверное не готов я был сначала к этому вот ну и поехал от вернулся как раз обратно спину сатурн опять же вернулся в первый день по моему 90 до 94 год и отыграл а вот уточнение вы когда в швейцарию ехали это был арендное соглашение или полноценный трансфер и просто обратно полноценным ранца до трансферам на полом трансфер дата он было так то есть некая я помогу тогда и таких слов то еще не было аренда там чтобы там арендовать еще там да 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 те нормальное совершенно ну вот разговаривали по вашим вот в рассказам как вы с тренером разговаривает очень говорит если ты не адаптировался то езжай спокойно мы тебя отпустим то есть не было никаких прям жестких не жестких где мне жестких таких тема вода то есть все было нормально потом вернулся я в смену отыграл от 94 год и в конце 94 поступил предложение уже от зенита команду возглавил возглавил павел федорович садырин вот и не поступило предложение перейти зените я в принципе не думаю я только я сказал что вы же можно я лично нет тогда в первом дивизиону до 95 1 дивизион и павел федорович не можно вот 11 на как бы условия с ним лично переговорить вот я хотел убедиться что вот ну что он да да и для меня было шок такое что я дома сидел у меня были родители дома невесты не было раздается домашний звонок на домашний телефон директор как по-моему виктор виктор иванович сидоров был да вот к сожалению ушел он звонит и гляди нет моего час павел федорович я и там начальник команды степан крисевич мы тебе сейчас вот подъедем адрес скажи мы всех сейчас подведем домой да нет вот я в питере на светлановском да и родители они приехали в гости они у меня они были и его для меня такой шок как павел федорович садырин вот сейчас вот босс сборную тренировал сборную да вот они там на чемпионате мира сейчас были но вот и меня зовут звонят и говорят давай выходи адресу и встречаем мы тебе подъезжаем мы поднялись на двухкомнатная квартира на этом обычно там ничего там не было там ну вот и ко мне заходит садырин просто я не то что меня сомнений не было просто даже после того что вот я подписал бы сразу прямо на улице бы но вот мы поднялись там поговорили обсудили тоже какие-то условия что там как ну вот и все то есть есть у меня отец тоже просто шалел но у вас слов да не было только не бога ну представляешь вот я не знаю все равно что все равно что к тебе вот приезжает тренер там премьер-лиги ну там да и говорит вот симак бы сейчас я пришел и сказал то ли выходи на улицу встречаем к тебе приезжаем не в офис меня позвали чтобы приедет туда не в офис а сами приехали но для меня это было просто показатель такой ноты мы как бы обговорили и ну где нет вот зенит перешел и уже играл зените 95 мы вышли вот в конце высшую лигу то есть получается смотрите вы приходите смену сатурн и на следующий сезон выходите в первую лигу переходите в зенит и уже на следующий сезон выходите вы да ну да такая была ну было еще несколько раз потом уже в карьере когда и терек стереком из первой вы в пример ли вы вышли из кубани то же самое из первой вышли но за год возможно у вас такое не знаю все может течение обстоятельств поэтому вот так вот случилось что я в питере провел вы приход переходите в зенит первый сезон как у вас начинается в старте тяжело ли вообще было адаптироваться или уже в принципе в этом городе все знаю было нормально все хорошо у нас была команда в принципе много ребят к опять же там 73-74 года рождения там макс боков игры зазолин вова кулик артур белоцерковец то есть димка давыдов то есть 75 73 74 72 то есть ну все близко да там плюс были опытные игроки которые пришли там сергей дмитриев валерий брошин дим дмитрий быстров дима хамуха там нежелев дима но то есть команда такая и опытная и и много ребят и пришло да и много ребят петерских осталось да и очень было приятно очень было здорово атмосфера была очень хорошо я играл старты начинал играть старте единственное что у меня сначала со спиной какие-то проблемы начались я по моему отыграл первую игру от первую игра чемпионате первой лиги 95 года как раз вот мы по моему звезду пермь по моему обыграли 51 что ли мы по моему слова куликом забили по два мяча и вот у меня почему-то прихватила так спину что я потом уже вот лечился где-то на протяжении там двух-трех недель не тренировали не давался да потому что он не не давала спина быстро бежать но какие-то я мог спокойно там но начинал когда какое-то ускорение делать какой-то рвов делать она мне просто не давала полную силу бежать и потом вот я там ездил какие-то процедуры мне делали вылечился потом опять вышел опять за вроде забил потом поехали и у меня случается мениск я опять вылетаю там на три-четыре месяца я практически ну там на полтора месяца из-за травмы не сделали операцию и потом какие-то осложнения были то есть а мог выйти нам мог могло колено опухнуть и потом начал постепенно играть первой игре вышел мы там товарищку игру играли я вроде все вышел на замену забил 2 но потом почему-то вот взял как-то вот отрезала то есть не мог забить и все вот выходил не мог забить выходил не мог забить но выходил не мог забить ну нет и и вроде движение было вроде играл неплохо вот просто забить не мог не моменты были но ты опять же ну какой-то не попадал состав там но никакого такого отношения не было там всегда была только поддержка только поддержка все и потом вот опять же восстановился уже там на следующий год когда выше лиги стал забивать все было нормально вы проиграли вот санкт-петербурге восемь лет в зените получается четыре не два года два года два года в зените и как получилось так что вы приезжаете в волгоград в ротор правильно да да в ротор ну тогда там история получилась что адрином не не стали продлевать контракт ну не очень красивая история получилась вот и мы хотели как бы чтобы он остался но вся команда да то есть и письмо бы составляли подписывали чтобы как бы но в итоге по все еще шоу в цска и достаточно тоже много ребят он во первых забрал в это в цска но вот у меня поступило как раз предложение из волгограда но опять же я сомневался я перед я разговаривал федоров хотел тоже как бы и работать дальше с ним но но на тот тот момент урод у него еще не было такого сто процентного да что вот он именно перейдет а здесь уже конкретное предложение от ротора мы с ним кого переговорили и ну решили что на данный момент это наверное лучше потому что ротор был действительно такой гроза масса москвы там спартака боролся за чемпионство но ты опять же они девяносто шестом году чуть не стали чемпионами там не хватило буквально чуть-чуть тот момент решили что это будет ну как бы лучший вариант а если не получится то если упал все будет нормально он меня заберет потом цска и действительно там был момент когда вот он опять меня звал циска на меня уже не отпускали с ротора вы переходите в 97 году в ротор как я знаю вскоре получаете предложение от сборной было после сезона в роторе хорош нет это было после сезона в зените вот мы отыграли как раз со спартаком после этого первое предложение поступило вот как раз в девяносто шестом году еще игра будущий игроком зенита еще не было даже предложение не было потому что мы не знали я же все ситуации и мы в отпуск уезжали мы не знали что произойдет вот так то есть это уже потом поступило когда мы приехали с отпуска вот и уже там предложение поступило а вы играли квалификации чем-то мира звездной сборной ну немного по ну по-моему это было не отборочные мира по моему это были отбой отборочные европы но многие зрители не знают но на тот момент это наверное была одна из самых сильных сборных можно так так сказать потому что но такие игроки были опять же там анопка мостовой карпин кончерский это вот родимов титов семак семутенков юран киряков то есть ну там вы попали в то выпали в такую банду расскажите свои эмоции и что может быть что-то не получилось ли наоборот как как вообще так произошло вот вам позвонили тоже ну нет пришел вызов пришел вызов просто клуба в клуб и на сбор но по моему перед игрой с люксембургом по моему я приехал в новогорск ну какие впечатления вот но это просто я говорю что это такое ощущение что я попал в космос вот я смотрел я смотрел на этих людей по телевизору да там болел за них еще опять же начинает с какого-то возраста давно опять опять же забрать там того же мостового там карпина да когда они там мод ты смотришь на них а потом попадаешь с ними сборную конечно это был шок такой при приятный шок начинал сбора были в германии вот там на первую игру я не попал заявку даже в заявку не попал но хотя вроде как новым там тренировался хорошо все а потом уже живот ну это были отборочные к чемпионату европы это были по моему до отборочных чемпионат как вы считаете почему не получилось все таки выйти из группы хотя такая сильная сборная это тогда же вопрос не стоял выхода вышли из группы и попали по моему стыковые матчи на итальянцев до были стыковые матчи с италией вот и по сумме двух матчей просто сборная не прошла по мой да по моему по моему сыграли 0 0 и 1 0 по моему в италии вот и лесная что-то путаю сейчас точно не помню но там матчи были очень такие сложные игру что там решетку решил по моему всего по моему один мяч но я но я в этих матчах сожалению не участвовал вот все равно на тот момент частью команды были ну ну да получается что так и еще раз говорю что в общем ну а в дальнейшем еще раз говорю что если бы я показывал достойную игру сборная опять же да то тогда было бы приглашение возможно больше и матчей возможно было больше бы сыграно раз таки вот по этому поводу вопрос по сборной действительно ли то сборная была сильнее вот нынешних ребят которые сейчас как на ваш взгляд как вы считаете те же сравнивать нельзя раньше играли там с последним защитником до центральным последним защитник то есть как ему как-то за салибера там но сейчас играют в линию not power нет по уровню мастерства вот вы смотрите футбол вы знаете возможно я я наверно скажу что возможно да наверное то сборная по уровню и еще раз говорю что то сборная наверное даже еще раньше вот на чемпионате мира когда вот если бы наверное не случилось вот это письмо по моему 14 или сколько там когда вот они должны были ехать на чемпионат мира в 94 году в сша если бы вот это я думаю что в сша не могли бы в реальном бороться там за тройку точно может быть за первое место на чемпионате мира и расскажите мне что произошло тогда можно там загуглить там посмотреть то есть ну да пусть ребята загуглят про что мы говорим тогда вот как раз был кому тренером фиш садырина там произошел конфликт между игроками и руководством сборной вот и появилась там письмо и многие из тех кто подписал это письмо не поехали на чемпионат мира хотя могли поехать игорю что выступить очень прилично тогда действительно вот эта сборная была но и в дальнейшем тоже всегда что-то не хватало какие-то может быть вот опять же там может быть это передряги конфликты но вот но тогда вот я еще тогда вот сборная была действительно очень хорошая как вы считаете сейчас условия лучше чем были тогда для развития футболистов я думаю что сейчас да лучше лучше потому что сейчас во первых появились и и поля и не нужно однозначный ответ что лучше да потому что он думаю мою опять же там юношеса детства мы тренировались на снегу играли могли на снегу играть там турниры проводились на стенгу то есть зимний зимний зимние перенес на стенгу проводилось то есть но это было здорово плане того что опять же и для физики для координации потому что ты не мог из нас мечом на снегу но все время прыгает надо восстанавливает почему тогда уровень сборной мы уже определились на тот момент наверное посильнее вашему мнению чем сейчас хотя условия сейчас лучше соответственно это и есть ответ то что в разных условиях ну отчасти наверно до части еще говорю что раньше не было того что есть сейчас в плане не даже не полей а вот потустороннего допустим вот сейчас вы смотришь на ребят да там они в телефонах там гаджетах отнимают энергию да то есть он идет и играет там playstation или там но футбол там фифу играет да там то есть а у нас не было этого и мы играли во дворе у нас мы мы учились мы маленькие учились там у старших которые уже занимались да мы смотрели мы во дворе кого-то обыгрывали все время еще раз говорят кого-то убегали кого-то догоняли мы все время были там на улице мы все время были с мечом мы смотрели какие-то по телевизору потом выходили во двор и пытались это же сделать во дворе и через какое-то время там это начинало поучаться то есть если я выходил во двор и не мог сначала набить там пять раз на одной ноге я я занимался я занимался каждый день и потом я там через уже там полтора два месяца спокойно набивал потом еще там время прошло я уже мог там сто раз спокойно набить но я к тому что сейчас у ребят больше возможностей но при этом уровень концентрации то что тогда не было ни гаджетов не всяких playstation в проблемы еще раз говорю в проблема того в том что тогда вот именно выходили не чем он дом дома но чем будешь заниматься даже почитать книжку до больше был больше больше времени ты проводил с мечом на улице сейчас может быть и вот в этом проблема что да конечно взять допустим не столицы да там не питер не москву а какой-то там городом но условно там иваново допустим еще меньше допустим тоже ярославль да допустим но то есть в москве там можно было где-то опять же там куда-то пойти там вот именно был двор только но двор да то есть целыми дня и в москве то же самое когда ты к родственникам приезжал там подмосковье да тоже приезжаешь ты первым делом куда гулять идешь раз там коробка есть там играет и приходишь и так стоишь или можно поиграть а ты умеешь ну да вроде ну давай и опять там и в куча на куча там бегаешь там обыгрываешь там все асфальт песок гаревое поле снег еще там что-то без района сейчас может быть она есть но в таком количестве нету поэтому еще мы выходили во двор у нас была там допустим но стенка да мы играли со стенкой то есть кто больше набьет об стенку или там надо было там у раз ты ударил стенку отбежал должен был 2 но то есть у всех все время какое-то было соревнование то есть опять же набивать на там на одной ноге на двух ногах потом на бедре на втором бедре на двух бедрах потом на плечах головой то есть от этого все шло то есть надо было обыграть там ты обыгрывал но ты не стеснялся там те не говорили если там послаб же там ты все время там движение там на мой взгляд чем-то похоже то что вы сейчас рассказывать это про бразильцев как раз про южный народ потому что у них вот там такие же условия даже сейчас и поэтому они так классно играют и объяснила нет они кого-то но взять ту же опять же там европу да ну вот они же тоже хорошо играет но там опять же есть опять же какая-то наверное система и другой под там другой подход но здесь опять же немножко немножко бразильского стиля какого-то в этом что то есть давайте уже все перейдем самый большой этап вашей футбольной карьеры это волгоград ротор скажите как вам вообще там играл и насколько был хороший коллектив с кем вы играли какие-то интересные моменты может быть я у вас спросил играли ли вы против как раз манчестер и на этот по моему манчетти вот какая-то манчеттир не достал а ну вот один граждан потом уже играли в удар именно этот золотой период и фа золотой период ротора вот он не золотой он ну так то что золото мы все-таки так и не взяли 97 ну вот и поэтому ну такой с грустью можно вспоминать а так команда была игру тогда та команда была на ходу то есть она боролась со спартаком ну вот отличный был подбор игроков но если там опять же все знают там триода ведь веретенников не дергалась есипов но помимо них еще опять же там были очень хорошие футболисты герасченко и и корнеез орбу беркетов бурлаченко валера но то есть там абрамов виталик то есть было очень много игроков до способных опять же там играть и очень хорошо играть на тот момент я говорю что это был наверно шаг вверх но вот единственно что конечно вам не хватило вот этого золота но то вот это разочарование до сих пор она осталась остановились в шаге от этой от этой мечты кто чемпионат это спартак ну вот мы в 97 проиграли золотой вот матч ну опять же спартаку можно было сыграть даже в ничью у нас право на ничью даже не было то есть нам нужно было только победы и мы начали хорошо ну вот опять же не хватило наверно кто-то может быть сил может быть опять же вот чего-то чуть-чуть вот чего-то не хватило что вот именно стать чемпионами вы в волгограде провели сколько сезонов получает ну получается с 97 по 2004 и потом я вернулся уже волгоград когда давайте давайте измерять даже в годах сколько вы прожили в волгограде ну вообще в общей сложности по моему 20 лет этом 20 лет то есть можно сказать что для вас выиграть стал родным городом можно сказать что тогда в 2005 году вы переходите в урал почему по какой причине но дело в том что к сожалению ротор покинул пример лигу но вот и причем прямиком минуя даже первый дивизион во второй спустился опустился из-за финансовых проблем да из-за финансовых проблем но из-за того что мы опять же заняли мне если есть интересные моменты которые надо раз мне ну там ничего то есть вы игру что провели сезон по ходу сезона опять же после 98 года начались там проблемы финансовые до ходили игры игроки из команды до взамен новые приходили игроки но обе же уровня может быть ну да что вот но допустим нельзя было заменить верите никого на никем потом он там не дергалась тоже ушел потом на протяжении там ушел уже не алдонин там павлюченко рома ушли да но все-таки трудно трудно будет таких как бы игроков заменить да плюс начались финансовые не уверяется если мы до 2004 еще как-то там держали где-то в серединке да там 10 8 там но то 2004 году начали меняться и опять же тренеры но там по моему за сезон начинал по моему файзулин потом пришел еремченко потом марушкин по моему стал потом опять файзулин все равно все это не добавляло плюс опять же не платили зарплаты то в том по моему году нам пом 10 или 11 месяцев мы не получили и в итоге не выполнили не в этот и вот все это все это в совокупе да не пошло в результат вроде команда старалась это на одном у нас были шансы до пускай небольшие но мы пытались это сделать вот но к сожалению не вышли поэтому ротор вылетел вылетел и опять же гормину и первую лигу во вторую первой лиги да в принципе вы очень так как вам не платили зарплату 10 месяцев в принципе если бы клуб смог бы остаться сохранить прописку вы бы оставались да наверняка возможно даже и в первом дивизионный бы остался потому что для вас родной клуб болезнь ну да да то есть готовы были загады готов готов год готов ну но тогда вот уже какие-то вот такие там были моменты до когда и поступило приглашение от урала вот перейти удовольствием нас по моему туда перешло если я не ошибаюсь шесть или семь человек с ротора урал когда когда играл выше нет они как раз в том в том году в 2004 вышли первую лига и вот как раз туда пришел и сам михалыч побегала давайте еще вот один момент уточню бы я понимал и зрители сейчас фнл играют и фарм клубы вторые клубы команд и в принципе лига слабее чем было когда вы играли ну правильно же говорю ну всегда на протяжении наверное всех наверно времен до всегда говорили что первый дивизион он слабее чем пример лига ну там фанель удано случай раньше там первый дивизион высшая лига да ну вот но это было всегда всегда говорили что я имею ввиду что сейчас фнл намного слабее чем сейчас я не люблю так говорить потому что ну время времена разные разные еще там что-то это это кому как кажется допустим то старшее поколение они могут сказать да там сейчас вот слабее да там да хотя тогда когда мы играли допустим старшее поколение которое до нас было тоже может быть она также говорила что но сейчас вот ну не так мы тогда были в это у них точно так же было то есть для каждого периода да для каждого ну есть мнение то есть я не люблю а вы там сравнивать обычно есть вот играют некоторые матчи и некоторые команды и хорошие опять же взять на примере у команд было давайте тогда вот по-другому пойдем сколько команд было в первой лиге на на момент когда вы там играли по моему там 20 команду но в принципе как как и сейчас как сейчас это не то там все время было по моему 20 команд я могу сказать что терек стал обладателем кубка играя в первом дивизионе были команды которые выходили в премьер-лигу вот как урал вышел вышел в премьер-лигу и они там остались они до сих пор там играют то есть вот с того момента когда нет нет мы к сожалению мы не вышли они уже потом мы просто опять же там силы объективных причин потому что мы могли выйти в первый год нам не хватило мы заняли по моему там третьими вот когда вы пришли урал до 6 человек сронир мы помни третье место мы на следующий год третье место в этот год мы после первого круга шли на втором мы могли сделать но опять же были там причины да но там не хватило может таковым какого-то дистанционно вот это дистанции до чтобы пройти стабильно но но во всяком случае была борьба и мы сразу же выиграл во второй год это получается 2006 мы заняли третье место тоже там не хватило буквально совсем чуть-чуть чтобы выйти но на тот момент и и потом опять же там делалось все постепенно то есть вот сейчас посмотреть в урале да то есть там отремонтирован стадион урал маш построили манеж хорошая школа футбольная база для команды есть стадион новых чемпионата мира построить то есть там все сделают сделали постепенно к тому чтобы выйти в премьер-лигу и потом вот если бы мы тогда вышли я думаю отказываться бы никто не стал но не было гарантии что мы обратно туда не упадем а это всегда то мы показал фундамент что то вот да да то есть должно было да да все все должно быть для того чтобы там играть и если бы мы туда зашли и вылетели так как бы резонанс его очень хороший когда заходишь и сразу вылетаешь то есть не этого не добавляет когда-то за разошел и там остался и потом у тебя есть поступательные шаги это одна когда ты вот как кубку про кубань говорили что она туда выходит потом обратно потом туда вышла потом обратно то есть не было стабильного что и кубань там играет на протяжении так 5-6 сезонов поэтому там сиделось а хотя хотя мы могли хотя могли бы мы выйти от стереком вышли и терек с того времени играет в премьер-лиге вы играли очень много там шесть четыре матча два сезона это ну я практически во всех матчах выходил и травмы никаких но были мелкие но там мог пропустить один-два матча и потом от мелкие травмы просто так а так вот я все игры отыграл принципе большое количество игр отыграл за урал и в 2007 но опять же там не получилось продлить я бы я бы с удовольствием остался я говорю что с удовольствием остался в урале может быть там даже еще там может быть и закончил бы там карьера в принципе у вас вот до того момента до которой мы сейчас дошли никогда не было проблемы ни с тренерами не с руководством не было да то есть мелкие какие-то были когда-то ну это как это ну как у все что-то нравилось что-то не нравилось что-то это ну в принципе никогда так его потом вот я говорю что перешел в терек 2007 до стерека мы опять вышли в премьер-лигу по моему опять стал опять же лучшим бомбардиром команды на тот момент в тереке сезон до провели сезон провел дату можно сказать выявили в премьер-лигу вся команда вся команда поэтому но я может быть к там в какой-то вклад внес да то есть вы вышли думал что опять же там ну выходя даже на замену я готов был там не игроком быть стартового состава выходить там на 15-10 минут а может быть не выходить но почувствовать обратно вернуться туда в премьер-лигу то есть и силы и желания были ну опять же там моменты там новый тренер пришел то есть это новый тренер новые игроки ну получается что тогда не продлили контракт и потом вот я уже перешел в кубани кубани тоже классный период или в кубани был вообще хороший период и команда была хорошая на сезон отыграли ну сезон опять получается мы вышли в премьер-лигу еще больше матча отыграли там за сезон 36 матча в те реки в кубани 42 да то есть забить забил 18 мячей но то есть сезон вообще был шикар вышли премьер-лигу ну вот и я опять же думал что человек который выводит команды в мир лигу просто продлил продлили думал продлят контракт я еще раз говорю что я готов был ну и мне в лето было всего там 33 года я чувствовал все силы я чувствовал все уверенность после тем более после такого проведенного замечательного сезона в кубани на мотивацию у меня даже мурашки 2 на мотивации да хороший сезон в те реки провели вроде там не продлили перешли в кубань снова сделали вот этот шаг вывели команду но не я вывела вся команда которая помогала когда помогала это делать я говорю и там был коллектив хороший атмосфера была и болельщики было все здорово все было здорово но опять же по каким-то там причинам но не стали тренер тогда сменился да 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 ну тогда по ходу сезона у нас там пять или шесть тренера сменилась вот начинал тарханов а заканчивал протасов уже а в принципе там это в принципе не не это не влияло потому что был была команда был коллектив на поле это мы за полем то же самое но ты все были как бы заданы одной идеи там и все это как бы сделали и бы туда вышли к сожалению потом по моему на следующий год команда вышла и обратно потом по моему на коллектив практически весь нас меня сменился когда не там не там остались то есть кто-то ушел понятно кто-то кто-то остался но я уже сейчас не помню кто там уходил но вот но меня меня не оставили так вот я переехал уже в казахстан да и дальше у вас был переезд в казахстан расскажите как пришло предложение и почему почему согласились возможно предложение предложений особых не было но то в казахстане работал в латара у брат рог за шок а антон антон рог совершок тренер вот он этой команду там возглавил а он был тренером в роторе одно время один период он был тренером в роторе и у нас с тех времен там на хорошее отношение с ним сложились и у поступила приглашение денис дэн приезжай помоги но команда новая тоже мы пришли тут когда вам уже 34 34 года было но получается и я говорю ну почему нет то есть поговорили условия нормальные достаточно были хорошие тем более знаю этого тренера то есть никаких проблем не было не будет адаптации но действительно в принципе я приехал быстро очень в коллектив влился то есть никаких вообще проблем не было вот но играли к сожалению там постигла такая вот трагическая ситуация что после первого матча чемпионата антон рокс умер прямо в раздевалке мы пришли с игры мы сыграли мы играли на выезде сыграли 2-2 опять же момент проигрывали 1-1 в 1-1 2-0 2-2 ну вот он радовался вот когда мы сравняли счет он радовался потом вот пришел раздевалку на на пресс-конференцию тему вышел и его не смогли спасти это такая ситуация сердце и очень очень жалко и просто безумие то что замечательный был человек просто открытый очень много шутил очень много рассказывал это просто просто трагедия и где и не как капитана выбрали капитаном спасибо команде за это мне надо было сообщить роксу об этом и я не знал что сказать честно и ну вот это мой не дай бог вот чтобы как-то такое происходило потом пришел в ахид юнусов масуды влахид масудович юнусов ну да мы проявили не ровно сезон да там туда туда мы заняли по моему 6 место но в итоге все равно выиграли кубок казахстана вот и опять же неплохой сезон провел 9 мячей 9 мячей в чемпионате и там в кубке тоже по-моему там отличился но памятный гол это финале кубка за казахстана мы выиграли 1-0 забил гол вот и получал кубок из рук по тени 2010 году я опять оказался в урале и обратно то есть пригласили ну да да обратно пригласили то есть ну а бы опять же были хорошие отношения общались не забывали друг друга и я очень благодарен первой лиги да как раз тогда вот команда упал возглавил владимир федотов который сейчас является главным тренером сочи вот и пригласил команду и на начали гатью из опытных там опять же я был миша осинов был но вот и опять же доверили этому капитанскую повязку и начал играть им играл стартовом составе первые игры и потом вот в домашней игре по вам провели там три-четыре тура что ли четвертый пятый тур это был неудачно меня как бы нанесли травму то есть стыке там я сломал плечо то есть окремяне ключичное соединение я потом долго восстанавливался на стандарте в борьбе ну я у начал убегать а меня как бы защитник схватил повалил и как бы воткнул меня получать этого защитник нет сейчас не помню но ну так было в это что плечо вот так сразу повисло и я операция была но вот у меня там была пластина я потом с пластина и ходил хрустел там но то и потом это опять же какой-то неудачный период вроде все было хорошо и мы не проигрывали ну и выиграть ничьи пошли 1 2 3 4 ну и воин улитей в отставку подал пришел там борис лисеевич штукалов вот при нем я уже как бы мало игра вроде вышел набрал неплохую форму вышел там забил перед как раз перед перерывом по моему два забил там пенальти заработал вроде как ничего и вот голеностоп опять же в стыке не пол голеностоп подвернул опять травма и потом во втором круге я уже мало сыграл мало сыграл опять же но это движение тренера было ну и к сожалению опять же там урале не получилось хотя готов был остаться готов был остаться готов продолжить ну а 2011 год опять же возвращение в ротор и опять же мы решили задачи по выходу в первый дивизион но тогда опять же атмосфера на нас ходила еще раз в то время на команду по фл ходила там 10 до 15 тысяч там опять же стадион без возрождения ротора когда вы вернулись или получается полную не совсем наверное вот на тот момент да ну вот потом опять же я говорю что ну это все опять же от руководителей зависит региона от руководителей клуба и так далее на тот момент мы вышли в первый день мы эту задачу решили потом по моему тоже не в первом дивизионе уже то там задачу решали и потом так получилось я уже пришел в ротор уже в качестве помощника главного тренера решили что не надо продлевать контракт и я уже закончил свою карьеру торпеда волжский торпеда волжский это и есть энергия энергия ложки да ну вот энергия ложки то есть там я год вот отыграл уже как в качестве как играющего тренера потом сказали что давай может быть учиться учиться пойдешь на тренера я году давайте пойду в принципе и начал потом работать помощником главного тренера волжском сначала а потом так получилось на следующий год опять помощник главного тренера а потом так получилось что стал главным тренером были ли у вас такие моменты матч когда он вам приходили и говорили ну вот сегодня ребят нужно как-то так сыграть травку нет не было нет вот про шальные 90 могу тебе сказать что я вот в то время сидел одно время дома потому что мне не разрешали приезжать команду я не буду говорить потому что мне угрожали но было было такое что могли переломать на многие еще там что-то я какой-то период находился дома и не мог выехать в команду вот такое было так вот сложилось что мы встретили с германом то есть герман сам на вас вышел нет он уж у меня играл игрок в колонне никого не секрет в это мой первый помощник шевинов сергей он меня познакомил с германом вот того предложил мы встретились поговорили и насколько вы довольны но я доволен очень они опять же надо спрашивать у ребят но для вам нравится ты в таком формате для меня опять же это что-то новое добыла но вот я не знал до этого что что такое мкау но потом я начал опять же следить и сначала конечно было непривычно потому что это все снимается все показывается еще то что-то но я могу сказать что я видел допустим проекты там по телевизору показывали тоже там какой-то проект где там юран был тренера но вот где там тоже все снималось только легионером да-да-да-да кто хочет стать легионером то есть какой-то тот решил попробовать почему нет остаться в европе например в той же швейцарии выпасть в топ-клуб в дальнейшем или остаться в Амкале и тренировать еще пару сезонов если этот сезон последний тут опять же в Амкале я тренер а в европе я я я игрок но ну конечно и наверное сейчас вот по прошествии лет карьеры наверное остаться в европе и может быть ну если возможно я бы остался там в швейцарии еще там на год может быть на два неизвестно кого получилось но если выбирать ну наверно не в обиду вам кого ну вот россия тремя словами так жить дом работает жизнь дом работа на все спасибо тебе тебе спасибо то ли от нам взаимно в принципе весь контент снимается для вас надеюсь что Денис Иванович для вас раскрылся еще больше мы поговорили о его футбольной карьере конечно многое не затронули конечно может быть можно было больше не было очень приятно очень было приятно пообщаться поинтересоваться я для себя что-то открыл надеюсь вы тоже спасибо огромное за просмотр поддерживаете этот ролик всем пока пока до новых встреч пока пока